Курение — одна из главных вредных привычек, которые приводят к саморазрушению организма. Её багубное действие влияет не только на лёгкие, но и на остальные важные органы — от головного мозга до сердечно-сосудистой системы. Любой человек, который имеет такую вот проблему, это заболевание, синдром зависимости от никотина, он просто укорачивает своё пребывание в состоянии жизни и приближает свою смерть. Для уменьшения числа поклонников табака и пытающихся избавиться от табачной зависимости были созданы электронные сигареты, но в итоге они способствовали не уменьшению числа курящих, а его увеличению, включив в своё число не только взрослых, но и подрастающее поколение. Человек психологически начинает ощущать, что он вроде бы как и не курит, и, возможно, даже больше начинает употреблять тех же самых веществ, которые поступали с курением. Убирается один только фактор — высоких температур, именно сопутствующих дыму ещё компонентов воздействия на ротовую полость и верхние дыхательные пути. Этот компонент убирается. Но в целом пагубно-отрясательное воздействие сохраняется и может даже усугубляться ввиду того, что человек начинает увеличивать количество употреблений чаще всего. У вредных привычек есть точка возврата. Отказаться от курения можно, было бы желание. Это нелёгкий процесс, и существует множество способов борьбы с вредной привычкой. Книги, медикаменты, различные встречи и сеансы. А также всегда можно обратиться за помощью к специалистам наших медучреждений. Бросить курить непросто, но терпение и сила воли приведут к желаемому результату. Ангелина Буржинская, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Продолжение следует...